всем привет с вами канал артмания и у меня хорошая новость наконец-то мой компьютер починили он приехал вот чинили его где-то дня три-четыре но к сожалению муж его смог забрать только через неделю то есть получилось он там стоял полную неделю там 7 8 дней там понедельник а нет во вторник вообще-то он его привез и потом понедельник его забрал вот приехал он его починили взяли всего лишь 500 рублей его вскрывали там полностью все там почистили надеюсь вам не очень сложно там дима пытается уснуть и перед сном он всегда поет вот его полностью вскрыли все почистили но был как бы пыльные но не сильно чуть-чуть там было как обычно бывает пыль но не сильно вот у старого компьютера залезла там вообще в пылищ и всем поэтому полностью прям такой идеальный прям полсу числе одной пылинки нет он у меня долго выключался до выключался долго иногда не выключался даже и он у меня включался очень долго дошло до такого что включался реально три часа я время засекла 3 часа 4 часа включался вот потом какое-то время его не включал несколько дней снова включил он быстро включился то есть там железо отдохнуло охладилась вот то есть вот так вот такая была проблема включается он теперь у меня быстро выключается тоже быстро уже даже как-то непривычно я уже немножко честно говоря привыкнул то что его там включишь и сидишь там в тетрадке что-нибудь записываешь за это время там записал тут вспомнил тут записал какие-то дела свои сделал и потом хоп компьютер включается а тут он хоп только кнопку нажмешь повернешься начать что-то писать и потом хоп он уже включился все да и так же он у меня там зависал вот теперь не зависает все хорошо я могу наконец-то монтировать а то я прям вообще уже монтировать толком не могла монтируешь монтируешь хоп он завис выключаешь включаешь его слава богу она там сохраняется это то что я смонтировала там предлагает загрузить предыдущий сеанс и пишешь до сохраняешь а вот когда вот пишешь допустим записываешь на веб-камеру то есть запись делаешь какие-нибудь там обзоры вот я делаю они не сохраняются вот это вот обидно вот так откроешь шоколад какую-нибудь купишь до сделаешь на нее обзор нажимаешь стоп а в итоге она продолжает дальше идти запись то есть она все глючит и получится что придется снова покупать шоколадку и заново делаться обзор но что-то у меня там такое было несколько раз я там делал по моему когда я рисовала рисунок последний раз на рисунок у меня было и что-то еще там было сейчас не помню немножко обидно вот так вот такая прям у меня от радость наконец-то за это время я сидела на мамином ноутбуке он тоже короче он подвисает он ну как включается быстро выключается быстро но сам по себе почему-то виснет странно не знаю им никто не пользовался уже в течение года где-то полтора он просто у мамы стояла купила его и в итоге пользоваться не стала все на планшете планшете вот и монтировать на нем очень сложно раньше я помню монтировал на нем когда-то был нормально удобно там вот монтируешь и там звук такой бе-ме-ме-ме-ме-ме и как-то блин ни туда ни сюда и не слышишь половина думаешь ну ладно по моему вот этот ролик все хорошо по моему там ничего особенно отрезать не надо ну ладно отправила тоже был очень сложный вот тоже мы планируем отнести туда пускай его там поремонтируют что-нибудь сделают вот починят может починят конечно да ближайшее время понесем вот так такие у нас дела у такое меня счастье маленькая компьютер все-таки он нужен когда ты уже блогер когда ты постоянно монтируешь постоянно что-то там снимаешь перекидываешь и то есть тебе надо смонтировать ролик чтобы выложить вот именно чтобы его выложить потому что не знаю что не выложишь мне кажется день 23 человек подумает блин учета это она не выкладывает что-то она про нас забыла ну и и нафиг честно говоря у меня у самой тоже так было мне там был один канал мне прям очень-очень нравился я постоянно каждый день заходил и каждый день полностью ролики смотрела все а потом человек подключил монетизацию и стали ролики реже выходить ну так сначала выходили выходили потом реже день нет ролика 2 нет ролика 3 нет ролика думаешь что отчет случилось там что ли почему странно потом вышел какой-то там ни о чем опять несколько дней потом неделю смотришь нет ролика две недели и думаешь да ну нафиг я буду заходить постоянно туда искать это ждать ждать думать мне надо и все я просто ушла и все иногда туда захожу но там уже не те ролики которые были раньше раньше были интересны очень было приятно интересно сейчас уже я замечаю кстати часто кто подключает монетизацию то у них после этого ролики меняются какие-то они такие интересные становится ощущение кого человек вот лишь бы что-то заснять ни о чем вот просто заснял выложил чтобы там люди такая пускай там смотрят и все вот мне там типа пофигу не знаю как вы считаете вот наверное все подойду сейчас монтирует потому что за это время у меня на камеру набралось очень очень много роликов плюс еще ролики выкладываю вперед то есть не сегодняшние даты я допустим на неделю вперед за эту неделю снимаю не знаем блины никак не могу подобраться так чтобы снимать допустим вперед на три дня хотя бы то есть заснял выложил на 3 заснял мне блин не получается каждый раз есть что заснять каждый раз что-то снимаешь 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 потом перекидываешь батюшки а мне там половина карты памяти уже заняты на камере как-то странно сколько мы с вами 7 минут болтай ну вот принципе с вами поделила свою новостью своей вот чтобы то и тоже там не переживали за меня только компьютер это важно сейчас для человека особенно для молодого человека это важно если там когда-то я помню сидела час в день что-ли за компьютером именно в интернете вот я помню как дом ru да у меня был ноутбук был подключен дом ru я помню 500 рублей 450 или 500 что каждый месяц платила мама сказала будешь сама деньги искать я платить не буду мол это твой интернет я помню каждый месяц пыталась найти деньги плюс я не работала это то мама отправит магазины там 50 рублей сохраню то там я не знаю еще что то там не знаю даже у нас вот честно не помню как это мы находила эти деньги но наверное иногда мама давала там ну несколько раз ходишь магазин там по чуть-чуть по чуть-чуть там где-то там это кто-то даст там папа даст там бывает что нибудь это там где-то займешь там у друзей да кстати добывал занимал друзей потом этот спала плохо там вроде должна блин я сто рублей должна там как не их вернуть где мне взять не люблю занимать честно потом не жизнь 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 как превращается в кошмар как банки где этот кредит возьмешь но там с процентами вот но как-то там платила сидела я держи сидела там контакте наверное даже не знаю чем я занималась так вот такие вот дела расскажите когда у вас был интернет первый интернет появился кстати еще до этого появился первый интернет но там как-то была оплата повременка что ли даже не знаю мама платила тоже рублей 500 600 я помню тогда это боев были большие деньги это как раз был тот момент когда на тысячу рублей можно было накупить еды целую тележку и плюс вот тебе еще давали сдачу то есть это как раз вот где-то был наверное 2000 год наверное где-то так я думаю 2000 или а нет ну да на год плюс минус 2000 с чем-то там короче это был год потому что я помню с мамой шли магазин каждую неделю покупали полную тележку еды мама платила 1000 рублей ей давали иногда даже сдачу 200 рублей 100 рублей вот так я помню я помню нас была прям полная такая тележка еды там сыр масло там колбаса там я сейчас не помню еще что-то а сейчас вот набери полную тележку там тысяч 10 оставишь то есть именно еды вот мы набирали вот и как раз да это денежка была довольно большая мама клала на интернет деньги я заходила в интернет один раз набирала я помню яндексе в поиске природа чтобы найти какую-то природу и и нарисовать я сидела дома не было нечего рисовать мне хотелось рисовать какую-то природу мне вылетала природа значит я открывал несколько картинок и у меня вырубался интернет то есть все я даже не успевала ничего сделать даже не нарисовать не успевал ничего вот я помню несколько раз так было мыкались громом интернет кончился положить деньги нет я не буду больше класть это очень дорого будет что-то делала такое вы туда давай звонить мне так не должно быть так не должно быть вроде ну как вспоминаю что еще чуду вот картинки набираю чуть-чуть пролистал там открыла одну дверь и все и вылетает сразу все интернет кончился оплатите на такой был первый интернет могу а еще же интересно что такое вообще интернет что там интересного такого а сейчас уже попроще гораздо сейчас интернет кругу везде у нас идет оплата проводной интернет то есть получается в билане вот мне билайн интернет то есть в него входит вот мой компьютер провод провод еще один вот в другую комнату и хочу сделать еще провод один на кухню хочу с кухни делать стримы во время готовки например вот когда ноутбук мамин починят вот у меня такая есть идея готовишь например что-нибудь и заодно в стрим зайти пообщаться с вами не знаю хорошая эта идея или плохая многие смотрю заходят с кухни готовят одновременно мне тоже так же хочется вот и так же получается у нас телевизор мы за телевизор еще платим то есть в эту сумму входит и плюс мой телефон то есть мои звонки смс и там интернет все в сумме получается у нас тысячи рублей вот так вот хотя эсэмэска приходит что вы должны оплатить 800 рублей с чем-то там но я не знаю почему-то он списывает тысячи рублей даже звонил спрашивала ну чё-то там непонятно чем короче так вот у нас не знаю честно мне нравится мама постоянно ругается почему ты так много платишь давай это по отдельности все сделай так будет проще на посчитал по отдельности отдельный интернет там рублей 500 как минимум 500 600 рублей отдельно моя связь будет как минимум 500 еще и отдельно телевизор это тоже будет рублей 500 граммом это получится полторы а так тысячи это дешевле а ну да 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 вообще то да вот напишите сколько вы платите за все вместе ли у вас отдельно где вы состоите в какой как какого оператора билайн мтс ты там рос телеком что ли как он там все целиком smart раньше были они что-то так и не пошло у них мегафон у меня мегафон кстати раньше был я помню первый смартфон купил мне как раз был мегафон он так тормозил интернет там это был кошмар какой-то и мегафон вообще так деньги сдирал сильно какой-то момент я узнал какую-то комбинацию короче там набираешь набираешь там и тебе освещиваться сколько-то денег потратил за месяц вот там было 300 рублей потом 500 потом так смотрю 600 этому были на откуда я никуда уже почти не звоню нет в интернет там зайти нереально не захожу уже все там бывает я позвоню маме там минут пять поболтаем у меня 50 рублей сразу снимала я тут иду туда стою длинную очередь спрашиваю почему у меня за пять минут снять снялось 50 рублей нет 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 у вас тариф там за рубль за рубль не может быть такого да что же это такое и тариф поменял и все и нет все равно поболтаешь там 56 минут опять а хоп 60 рублей 70 нету и потом в какой-то момент я набираю эту комбинацию смотрю там пришло вы за месяц потратили 900 рублей и тут я подумала были а нафиг мне это надо я не могу не в интернет выйти не позвонить никому ничего там живешь как без связи просто думаю еще плюс у меня куда-то ушло 900 рублей думаю блин это вообще кошмар вот я пошла в билайн нападал мтс я не хочу пошла в билайн купил там сим-карту в меня там сколько там было за месяц рублей 300 наверно или 400 а 400 до 400 400 рублей за месяц и все и там прям вообще лафа там болтай сколько угодно но мне хватало тех минут там вообще эту половину этих минут тратил там тариф был шикарный и сразу заработал у меня интернет нормальный и все и все и потом какой-то момент нам предложили ему интернет проводной можно подключить там целый пакет тарифа пакет тариф тариф пакета как-то там называется и мы подключили ну за всю жизнь честно говоря у меня было очень много номеров много симок сим-карты я побывал именно мтс и из марса у меня был вот только на телеком я по моему не было я уж так привыкла к своему номеру не хочу ничего менять больше телеком и еще какой-то не помню как называется напишите какой оператор вам нравится мне интересно комментарии будут открыты всем спасибо за просмотр и с вами был канал artmania всем пока пока